Даже не знаю с чего начать видео, поэтому всем привет. Это видео про домашнюю портативную беспроводную акустику Marshall Acton 2. Marshall думаю в представлении не нуждается, а в нише потребительского звука это на работе с шведской компанией Sound Industries. Компания со стажем очень хорошо себя зарекомендовала, претензий к качеству нет, а наушники Marshall произведенные Sound, которые кстати я уже обозревал ранее на этом канале, до сих пор живы, при том что используется почти каждый день уже в течение года. С колонками я думаю что у них тоже самое, поэтому про качество думаю нет смысла что-либо добавлять, а говорить я буду о том что это за вещь и почему я ее купил. Marshall компания известная, имеющая непосредственное отношение к рок-музыке, пользуется узнаваемым дизайном. Вся потребительская продукция имеет отсылки к профессиональной серии Marshall, будь то рычажки, ручки, крутилки, надписи и фактура. И такие домашние колонки это имитация дизайна тех самых крутых комбиков. Названия продуктов тоже имеют отсылки, в случае Сектон так называется район Лондона. И вот у нас колонка в руках, об ощущениях при распаковке сказать особо нечего. Комплект очень простой, даже немного разочаровывает своей пустотой, хотя бы наклеечку положили. Только колонка и провод питания. В прошлую версию клали фирменный провод AUX, похожий провод к которым подключается гитара, а теперь его нет. Также по сравнению с прошлой версией изменился дизайн решетки. Если первая версия отсылалась к самым первым комбикам 70-х, теперь ЭКН2 похож на усилители 90-х. Остальные функции прежние. Вход AUX, кнопка переключения режима Bluetooth, AUX, регулировка, бас, высокие, громкость. Световые полосочки появились и они подскажут на каком уровне стоят настройки и их видно в темноте. Через приложение можно выбрать их яркость или отключить. Через приложение можно настроить звук или обновить прошивку, но в целом можно обойтись и без предложения. Внешний вид это самый главный аргумент покупки. Это не просто колонка, каких множеств. Это деталь интерьера. Три цвета на выбор могут дополнить любое пространство и сделать его уютнее. Это оригинальные цвета Marshall, разве что красного в линейке нет. Это эксклюзивный редкий цвет. Просто поставить на полочку уже достаточно, чтобы получать удовольствие от этой недешевой покупки. Я серьезно, лично я к этому отношусь как покупки коллекционной какой-то фигурки или арт-объекта. Настоящий усилитель громоздки, намного дороже и вряд ли подарит удовольствие от прослушивания обычной музыки. Китайские аналоги не так эстетичны и явно не могут подарить тех же эмоций. И это ж Marshall, пусть и короткая, но легендарная история. Здесь отличные материалы. Мне хочется к чему-то пристать, но я не могу. Кругают, что сзади много технических надписей, нет сзади единого дизайна. Но колонку ставят к стенке, к стенке уйдет выход из фазоинвертора. Претензия так себе, вещь очень приятная. Перед покупкой я читал много претензий к качеству звука, что это слишком дорого, не можно купить целую систему. Что колонка на высокой громкости начинает прибежать, хрипеть и т.д. и т.п. Ничего из того, что писали, мной обнаружено не было. Я специально брал перегруженные, басовые треки, чтобы закряхтело. Ничего такого не случилось, наоборот очень сбалансированный звук. При динамиках, где каждый имеет свой усилитель класса D, стоит процессор звука. Эта вещь спокойно прокачает большую комнату и может заменить большинство звуковых систем. Что это вещь не для всех и не в цене дела. Это для фанатов рок-музыки, для тех, кто хочет внести в домашнюю атмосферу что-то культурно значимое, что-то свое. Эта вещь просто стоя на месте уже дарит эмоции. Что говорить, когда вы ее включаете и прослушиваете свои любимые песни. Спасибо за внимание.